Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про депрессию и гипотиреоз. Как мы знаем, щитовидная железа это один из главных органов энергообмена. Именно от работы щитовидки зависит наше настроение, наша энергия, то есть легко ли мы просыпаемся по утрам, много ли у нас сил, наша либидо и наш вес. И, конечно же, работа нервной системы и наш эмоциональный фон также напрямую зависят от работы щитовидной железы. Какие параметры работы нервной системы регулирует щитовидка? Во-первых, это скорость мышления, то есть то, насколько быстро мы обрабатываем информацию, принимаем решение, то есть наша решительность, точность действий во многом обусловлена скоростью энергообмена, то есть работой щитовидной железы. Память, то есть способность воспринимать и запоминать новую информацию. Многие люди с гипотиреозом, с синдромом минимальной тиреоидной дисфункции, то есть со сниженной функцией щитовидки, одной из первых жалоб говорят, что доктор, у меня стала проблема с памятью. Я читаю книгу, я не помню, что там было написано. Как мне буквально недавно одна пациентка говорит на консультации, я поняла, что мне надо идти к врачу. Когда к моему ребенку пришел педиатр, сказал мне, что делать, дал рекомендации, я, говорит, закрыла дверь за педиатром и понимаю, что я ничего не помню, что мне говорил детский врач. И тогда она поняла, что ей нужно идти к эндокринологу, и действительно у нее диагноз гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидки, которая именно ярко проявилась снижением памяти. Причем при гипотиреозе может ухудшаться как память краткосрочная, так и долгосрочная. То есть некоторые люди думают, что просто старость, что это уже связано со старостью, на самом деле это просто гипотиреоз. Настроение. При снижении функции щитовидки у нас меняется эмоциональный фон. У нас грустные мысли, у нас депрессивное настроение, у нас тревожность, нам тяжело уснуть, нам тяжело проснуться. И мышление становится вязким. То есть очень часто пациенты с гипотиреозом, они такие заторможенные, медленные, потому как замедление энергообмена естественным путем влияет на работу мозга, и соответственно работа мозга тоже замедляется. То есть медлительный, такой достаточно нудный, такой вот вязкий человек. Это признак декомпенсированного гипотиреоза. Что еще? Скорость включения в работу и скорость пробуждения. Очень часто один из первых симптомов снижения функции щитовидки, это как раз таки тяжесть подъема по утрам. Человек с хорошим энергообменом, когда поспал достаточное количество часов, то есть от 6 до 8 часов, утром просыпается легко, раньше будильника, либо по первому звонку будильника, тут же вскакивает много сил, много энергии, прекрасное самочувствие с утра. Человек со сниженной функцией щитовидки имеет сложности с подъемом утром, то есть вроде бы поспали нормальное количество часов, но прозвенел будильник и сил нет, энергии нет, жуткая сонливость, человек несколько раз переставляет будильник, что конечно же не норма. То есть если мы поспали адекватное количество часов сна, то есть от 6 до 8 часов сна, то утром у нас должно быть сил, энергии много и хороший энергообмен, хорошая работа щитовидки, это легкий подъем по утрам. Ну и конечно же скорость освоения новой информации, каких-то новых правил, новых знаний, это тоже работа щитовидки. То есть при снижении функции щитовидной железы, сниженный эмоциональный фон, нарушенная память, проблемы с запоминанием новой информации и сниженная либидо, которая также зависит от энергообмена, это классические симптомы гипотиреоза. Когда мы рассматриваем гипотиреоз на фоне заместительной терапии, то нам нужно вспомнить нормальную работу щитовидки. В норме наша щитовидная железа вырабатывает прогормон свободный Т4, тероксин в большем количестве, порядка 70-80%, и меньшее количество, то есть 20-30%, вырабатывается свободного Т3, триодтиранина, активного гормона. Но когда у нас выработался Т4-тероксин, он разносится стоком крови по всему организму, и дальше в периферических тканях Т4 конвертируется в активный гормон свободный Т3. То есть эффекты тиреоидных гормонов, сила, энергия, скорость реакции, настроение, память, либидо, реализуются преимущественно за счет активного гормона свободного Т3. И когда человек получает заместительную гормональную терапию тероксином, то есть свободным Т4, мы понимаем, что нам нужно, чтобы принятый извне тероксин тероксин конвертировался с помощью ферментов Диодинас в активное вещество свободный Т3, то есть из прогормона, из неактивного вещества, чтобы тероксин перешел в свою активную форму в Т3, то есть конвертировался в активный гормон. И в зависимости от того, хорошо ли идет конверсия, разные люди на фоне приема Л-тероксина совершенно по-разному себя чувствуют. Если у человека хорошая конверсия Т4 в Т3, то на фоне приема подобранной дозы тероксина у него много сил, много энергии, прекрасная память, прекрасная либидо, хороший вес, встроенная фигура, то есть все хорошо, все нормально. Если же у человека плохо работают Диодинасы, то человек пьет тероксин, видит хорошие анализы на ТТГ и свободный Т4 в крови, а при этом сил нет, энергии нет, слабость, сонливость, нарушена память и еще и депрессивные мысли. То есть есть симптомы гипотириоза. Почему? Потому что плохая конверсия, то что называется тканевой гипотириоз. Логичный вопрос, что делать? Первое, это работать с активностью Диодинас, то есть ферментов, конвертирующих Т4 в активный гормон Т3. Работа ферментов Диодинас напрямую зависит от уровня цинка, селена, железа, витамина Д, В12 фолиевой, то есть вводить витамины и микроэлементы, которые улучшают работу Диодинас. Подробно мы это обсуждаем в мастер-классе по восстановлению работы щитовидки на моем сайте Ольга Павлова РФ. Кому интересно, проходите мастер-класс, изучайте. Так вот, либо мы вводим ферменты для улучшения работы Диодинас, то есть вводим витамины и микроэлементы, кофакторы работы ферментов, либо же второй вариант, есть препараты сразу активного гормона, свободный Т3. То есть в нашей стране у нас лечение гипотириоза, это L-тероксин и E-терокс, а если мы посмотрим стандарты лечения гипотириоза Европы, Америки, Турции, то в данных странах есть не только Т4-прогормон тероксин, а также есть терапия активным гормоном, свободным Т3-3-йодтиранином. И для людей, у кого плохая конверсия, то есть люди с избыточным весом, с инсулинорезистентностью, с выраженными дефицитами витаминов и микроэлементов, мы можем сразу дать активный гормон, свободный Т3, и сразу же получить эффекты на энергообмен, и на нервную систему, то есть улучшение памяти, внимания, эмоционального фона. Поэтому лучше, конечно же, корректировать терапию гипотириоза с теми эндокринологами, которые знают не только стандарты нашей страны, но также и мировые превентивные стандарты по лечению гипотириоза, то есть в частности, добавление витаминов и микроэлементов для конверсии, либо же добавление активного гормона, свободного Т3. Понятно, что свободный Т3 вводится под контролем пульса давления, потому что активный гормон намного сильнее дает эффект, ну то есть у людей с нарушениями ритма очень-очень аккуратно применяется, естественно, только по назначению врача. Если же мы говорим про полностью компенсированный гипотириоз, то есть когда у человека хороший ТТГ, Т4, Т3, низкий уровень диверсивного Т3, то есть все хорошо со щитовидкой, то при гипотириозе мы должны вспомнить, у нас же меняется не только гормональный фон, также меняется работа желудочно-кишечного тракта, часто снижается кислотность в желудке, из-за этого у пациентов с гипотириозом очень часто низкий уровень белка и низкий уровень железоферритина. То есть на гипотириоз очень часто наслаиваются дефициты витаминов-микроэлементов, в том числе тех витаминов-микроэлементов, которые нужны для работы нашей нервной системы, что максимально важно для нашего мозга. Это витамин D, витамин B12, фолиевая кислота, железо и магний. Если по данным витаминам-микроэлементам есть дефициты, то есть у человека дефицит D, дефицит фолиевой, дефицит железа, даже латентный дефицит железа, то есть ферритин низшей оптимального уровня, критически негативно влияет на нервную систему. Головной мозг – это тот орган, который для своей нормальной работы требует большого количества источников энергии, в частности глюкозы, и требует большого количества кислорода. Перенос кислорода в организме, то есть в крови, и перенос клеточный – это железо. Если у человека низкий уровень железа, либо низкий уровень ферритина, то есть латентный дефицит железа, будет кислородная голодандия, на которые максимально остро влияет головной мозг. То есть тревожность, нарушение сна, снижение памяти, депрессии, снижение либидо – это классические признаки латентного дефицита железа. Поэтому при эмоциональных нарушениях всегда сдаем анализы на те витамины и микроэлементы, которые критически важны для мозга. Почему? Потому что очень часто бывает, что человек с гипотиреозом, наблюдается у психиатра, получает антидепрессанты, гипотиреоз не компенсирован, витамины, микроэлементы не в норме, и человеку антидепрессанты не дают полного эффекта, у него сохраняется все равно симптоматика. И в данной ситуации обязательно нужно восстанавливать работу щитовидки и восполнять дефициты витаминов и микроэлементов. То, что касается ситуации тяжелой депрессии, действительно бывают изменения в выработке нейромедиаторов, то есть специальных веществ в головном мозге, серотонина, норадреналина, адреналина, которые имеют именно первичный неврологический характер. То есть не когда это следствие гипотиреоза, а когда это именно нарушение работы мозга. И такие вещи, то есть действительно первичные депрессии, которые обусловлены не эндокринной патологией и не дефицитами, а именно нарушений выработки, либо работы нейромедиаторов, лечением таких депрессий как раз таки занимается невролог, либо психиатр. И важно понимать, что если это действительно депрессия, которая первичная, которая не обусловлена другими причинами, то депрессия лечится у невролога, у психиатра длительно. Очень частая ошибка, когда человек идет к доктору, получает антидепрессанты, ему доктор говорит, их нужно пить длительное время, то есть кому-то полгода, кому-то год. Человек пропил несколько месяцев, ему стало лучше, человек думает, ну все, я здоров. Отменяет антидепрессанты и получает еще более сильные симптомы, то есть ухудшение состояния. Важно понять, что изменения выработки и работы нейромедиаторов в нашем головном мозге это процесс длительный. Поэтому, если вам невролог, психиатр назначил антидепрессанты, то они пьются длительно под контролем вашего лечащего доктора. И если вы действительно пьете антидепрессанты, не отменяйте их самостоятельно. Отменяйте их по рекомендации врача, там идет отмена, бывают замены, то есть то, что решается неврологом, либо психиатром, который назначил данные препараты. И что важно понять? Важно понять следующее. Гипотириоз может сопутствующим заболеванием быть одновременно с депрессией и одновременно с дефицитами витаминов, микроэлементов. И если это ваша история, то вы гипотириоз компенсируете, лечите у эндокринолога, подбираете терапию, депрессию лечите у невролога, либо у психиатра, и дефициты витаминов, микроэлементов восполняете у диетолога, либо нутрициолога, то есть у того врача, кто умеет работать с витаминами, подбирать лечебные дозы витаминов, подбирать правильные формы, подбирать кофакторы, и именно компенсация всех трех параметров дает хороший эмоциональный фон, хорошее настроение. И, друзья, то, что касается гипотириоза, важно помнить, функция щитовидки может меняться, потребность в гормонах щитовидки может меняться, это зависит от веса, от возраста, от режима нагрузок, от сопутствующих заболеваний. Поэтому при гипотириозе минимум два раза в год мы сдаем ТТГ, Т4, Т3, сдаем анализы на витамины, микроэлементы и компенсируем, корректируем то, что мы пьем. Когда у человека гипотириоз только выявили, и когда мы подбираем дозу, мы сдаем анализы чаще, раз в два месяца, раз в три месяца до момента компенсации. Когда мы идем длительно в компенсации гипотириоза, то мы сдаем анализы не реже, чем раз в полгода, чтобы вовремя корректировать дозировки принимаемых гормонов, чтобы не уходить в декомпенсацию. Именно когда у нас хороший уровень гормонов щитовидки, закрыты дефициты по витаминам, микроэлементам, то есть нашему организму достаточно субстратов для всех наших биохимических реакций, тогда у нас и много сил, и много энергии, и прекрасный эмоциональный фон, память и мышление. Будьте здоровы, друзья!